Практически каждый год штормовой ветер наносит урон как частным домохозяйствам, так и различным учреждениям, занимающимся устранением последствий непогоды. Так, сегодня предприятие связи электролеви заявило, что Святой Иуда обошелся им в 1,2 млн евро. Именно в такую сумму стал ремонт поврежденных линий электропередач. По словам члена правления электролеви Януса Тисвенда, по всей Эстонии работает сейчас 185 бригад, которые, наладив связь в одном районе, тут же едут спасать другой. В Ируском, Ярвасском, Харьюском уездах, а также в Эгивама или Анавирума ремонтные работы завершатся самое позднее в четверг. Но в большинстве домохозяйств электричество появится уже и сегодня. Но есть районы, где работы по восстановлению продолжатся и выходные, а в Вильяндисском и Пярнуском уездах, скорее всего, продлятся до вторника следующей недели. Электроснабжение восстановлено для 74 тысяч домохозяйств. Более 24 тысяч еще не имеют подключения к линиям высокого напряжения, а около 20 тысяч домохозяйств к линиям низкого напряжения. Больше всего обесточенных домов было в Тартуском, Вильяндисском и Пярнуском уездах. Практически полностью устранены аварии в сетях на острове Хиума, а также в Ида и Лиановируском уездах. Вчера 185 аварийных бригад отлично справились со своей работой. Сегодня часть ремонтников направилась в другие уезды, где проблемы острее. Спасатели за последние двое суток получили около 500 вызовов, которые были связаны с поваленными деревьями на линии электропередач и на крыше домов. По сведениям одной из крупнейших страховых компаний, ею было получено 66 заявлений об имущественном ущербе, нанесенным штормом. Также из-за шторма четыре заявления были связаны с каской, то есть с повреждением машин. Чаще всего владельцы домов жаловались на снесенные крыши, повреждения пластиковой обшивки, навесов и подсобных строений. Наибольший ущерб связан с разрушением промышленных зданий. Предполагается, что число заявлений будет расти, когда люди обнаружат повреждения, вернувшись домой после отъезда или приехав на дачу. Следующее штормовое предупреждение касается 8 ноября. Продолжение следует...